Большой скандал в маленьком городе. В Ростовской области возбуждено уголовное дело против сотрудника коллекторского агентства, который угрожал взорвать детский сад. В Сальске муж одной из сотрудниц садика задолжал банку 120 тысяч рублей. Ничего лучше, чем донимать женщину угрозами и привести в действие бомбу, коллектору в голову, видимо, не пришло. Но вообще, люди, которые этим занимаются, обычно отличаются изощренной изобретательностью. Продолжение темы у Тимура Сиразеева. Вместо праздничного утренника срочная эвакуация. За считанные минуты воспитатели вывели из здания 150 малышей. Детский сад обещали взорвать, если супруг одной сотрудницы не вернет долг. 120 тысяч рублей. Бомбу не нашли. Звонившего задержали. Это был сотрудник коллекторского агентства. Ему грозит до трех лет тюрьмы. В Челябинске механический завод вне зоны доступа больше суток. Все телефоны заняты. Назойливые охотники за должниками использовали услугу автодозвона. Если трубку брали, начинали угрожать. Позвонили на мой телефон рабочий. Просили меня представиться. Я представилась. Фамилию, имя, отчество назвала. За две минуты набирается мой домашний адрес и говорится. Указывается, кто со мной проживает по этому адресу. И начинается вопрос, а кем приходится вам. Тот или иной родственник мой. Это похоже на бедствие всероссийского масштаба. Для каждого заемщика, имеющего просроченный долг, коллекторы стали страшным сном наяву. Теперь у них новая тактика. От нас не уйдешь даже на работе. Один не платит, страдают все. В Екатеринбурге коллекторы от слов перешли к делу. Родным должника замочную скважину залили клеем. Разрисовали стены подъезда. Все зафиксировали камеры наблюдения. Подозреваемого ищет полиция. Так и сказали, что нам совершенно без разницы, кому обращаться, с кого брать деньги. Вы указаны как контактное лицо. Мы дальше будем продолжать вам звонить, мы дальше будем продолжать вам писать. Плати или заставим. В интернете сотни фирм, готовых разобраться с должником по-быстрому. Одна из них называется смерч. Видимо, чтобы боялись. На фоне боксерской перчатки жирным шрифтом. Никакого снисхождения к должнику. Причем зачастую наказать коллекторов практически невозможно. Мы позвонили в одно из агентств и представили с сотрудниками компании, у которой много должников. Все в рамках закона. Чисто психологическое давление. В общих чертах, можно сказать. То есть человек потом на вас в суд подать не может? Да и на нас, соответственно? Да, они могут куда угодно писать и жаловать. Но с нашей стороны никаких за то, что нас накажут, не будет. В прокуратуре считают иначе. Чем месяц назад в Челябинске коллекторы замучили звонками врачей областной больницы. Медперсонал вздохнул с облегчением, лишь когда коллекторов задержали сотрудники ФСБ. На возмутителей спокойствия завели административное дело. Им грозит штраф. Максимум 100 тысяч рублей. Эта сумма намного меньше доходов, которые получают коллекторы. Почему? Потому что безнаказанность. Что такое коллекторская организация? Что она? Она представляет из себя 4 компьютера и 10 дураков. Так и есть. Это обычное ООО. Оно нигде, ни в каком реестре не состоит. Никаких лицензий за начисление данной деятельности она не имеет. Все. Сегодня есть, завтра нет. Данила Михалищев знает, о чем говорит. Сам работал в таком же коллекторском агентстве. Теперь он юрист. Помогает людям противостоять своим бывшим коллегам. Нас учили взыскивать задолженность путем запугивания. Да, это давление на третьих лиц. Друзья, родственники, дети, работодатель. На чем зарабатывает сотрудник взыскания? Первое. Это на жадности клиента. Что если сегодня ты не отдашь тысячу, завтра отдашь три. То есть мы этим мотивировали. И второй момент. Это страх. Марина Сверидова раньше тоже боялась этих звонков. Коллекторы вскрывали ее дверь, звонили, угрожали. Женщина поняла. Одна не справится. Обратилась за помощью. Это третий мой юрист. До этого два юриста у меня были, которые также с меня потянули денег. Ну, потолку-толку ничего не сделают. На все звонки стоит переадресация. И уже разговаривают там другие. То есть я не разговариваю с ними. В Генеральной прокуратуре признают. Проблема и в том, что нет специального закона, защищающего заемщика от коллекторов. Сейчас этот законопроект разрабатывается. Пока же юристы советуют должнику не ждать звонка с угрозами, а самому сообщить о своих финансовых трудностях в кредитную организацию. Причем все переговоры вести в письменной форме.